Девушки отдыхают Я вот по настоянию родителей закончила экономический факультет, а потом долгое время в банке работала, 12 лет. Ну, все же потом я вернулась к этой детской мечте уже в сознательном возрасте, так скажем. Я стала делать какие-то шаги, работая в банке, стала брать уроки рисования, поступила в школу армиво, здесь была она стилистом, стала изучать итальянский язык. Все-таки детская мечта держала верх над сомнениями и страхами. Лария решилась на поездку в Милан, в колыбель модной индустрии, чтобы получить азы новой профессии. Родные, конечно, были в недоумении. Как можно бросить насиженное место и уйти в никуда? Саму героиню тоже терзали страхи. Но шаг вперед уже был сделан. Мне кажется, это потом, через какое-то время, когда ты уже упустишь, да, там, ну, так скажем, на закате своей жизни, ты посмотришь и скажешь, а что мне мешало, чего я так боялся. Вот это, мне кажется, самое обидное, когда ты уже ничего не можешь изменить и начинаешь сожалеть о том, что ты там что-то когда-то не сделал. По мне, лучше сделать и сожалеть, чем не сделать и сожалеть. Но Лария ни разу не сожалела. Наоборот, с каждым днем все больше убеждалась в правильности сделанного выбора. Первые заказы поступили сразу же после окончания самой престижной итальянской школы моды и дизайна. В основном это были подруги и близкие люди. До Италии, до обучения, это в основном была я самая любимая клиентка у себя. А сегодня услугами Ларии пользуются многие казахстанки, в том числе и звезды эстрады. Это дает ей силы действовать и двигаться дальше, признается героиня. Урлан Мухамеджанов, Назиркес Адыкова, Ренат Алибеков, Жанакын.